играешь танки подписывайся на мой канал эндомита вот и обязательно прожимай колокольчик здорово танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры world of tanks у нас на обзоре так советский четвертого уровня прем танк т-34 сл-11 с пушечкой до образец 1941 года прям танчик четверочка вот интересная машина у нее есть ряд плюсов ну если недостатки безусловно куда без них вот сегодня у нас полноценный гад по т-34 сл-11 вот и уже по сложившейся традиции предлагаю сразу же пойти смотреть бронирование а она здесь есть на что посмотреть реально есть погнали и так вот наш т-34 сл-11 давайте по порядку нлд у нас 45 миллиметров приведенки 85 и как для среднего танка конечно это очень хорошая броня вот центральная часть у нас 85 в лд имеет хороший угол наклона поэтому приведенная броня у нас становится 78 кверху 85 люк мехводов крепкие 85 пулеметное гнездо ослаблено здесь у нас 50 вот над гусеничные полки те же самые 83 в лоб нижняя планка под башней 53 ослабленные место этого танка щеки 46 ослабленная здесь доходит до 68 вверху до 65 боковые вот эти щеки башни они рикошетные и их вообще не пробить ни одной пушкой на четвертом уровне 254 приведенная броня 215 вот маска орудия вокруг 98 113 91 95 142 сверху там но она закругленная такая маска крепко надо стволом ослабленное место 54 60 это вот эта часть ну и вот этот кругляшок вокруг ствола он тоже мягенький здесь 57 58 вот но у этого танка есть огромный плюс если вы уже играете давно в танке то наверно знаете нашего деда из 3 до у которого супер танкование от борта и как на четвертом уровне этот танк точно такой же смотреть 45 здесь 48 еще есть фальшборта если мы его ставим правильно для танкования 170 169 170 170 и везде система всегда пишет рикошет то есть танковать от и от на этом танке от борта нужно все это будет хорошо получаться но единственно вот есть щека которую вы подставляете про нее вы помните можно на этом танке учиться танковать вот соответственно от задней филейной части и это даже возможно будет более профит не для вас вот соответственно понимаем что хорошие нлд хорошая влд хорошая маска орудия но очень мягкие щеки и подбашенный поиск плюс пулеметное гнездо это ослабленный зон что касаемо пушки давайте поглядим у нас пушечка 76 миллиметров л11 ее основные минусы это конечно точность 051 и время сведения 2 почти три секунды все это на стойке это очень плохо и реально пушка она краткоствольная очень долго сводится заряжается 7 секунд на стойке пробитие основным снарядом 68 голдой 98 альфа 110 конечно же про по пробитию пушку тоже слабенько но этот танк можно заточить плюс еще на обзор и как раз мы переходим плавно к оборудованию я уже скатал на этой машинке и вам предлагаю следующее оборудование однозначно улучшить подвижность этой машине вкупе с просветленной оптикой и вентилятором сюда нельзя поставить досылатель поэтому максимально какое еще оборудование сюда может подойти так это все-таки на и ну сильные привод наводки мы с вами помним что у нас до время сведения 267 и это с вентилем которому сопоставил берем вентиль там почти три секунды будет разброс у нас поставив вентиль тоже улучшился вот так что вот этот комплект я считаю одним из удачных и наилучших потом в бой пойдем посмотрим как этот комплект будет играться по снарядам у нас основной снаряд летит невероятные медленные 612 метров в секунду скорость полета тоже самый голдовый бронебойный снаряд но уже летит 700 что в этом случае что в этом это очень плохие показатели и конечно стрелять по подвижным целям на этой пушки на этих снарядах будет очень тяжело вот по снаряжению стандартный комплект я еще всунул до паёка почему нет вот по экипажу у нас четыре члена экипажа 1 первым командиру лампу всем остальным ремонт однозначно 2 первым всем бы выбраться дальше качать как показано в таблице по огневой мощи вот на такой сборке с вентилятором у нас пушка уже заряжается не 7 615 вот увн к сожалению этой пушки также отсутствует это еще один минус этому орудию вот время сведения некомфортные 267 точность пушки крайне кривая опять же потому что короткоствольные вот общий дпм у нас 1073 что очень мало по живучести 560 хп как для танка 4 уровня это нормально ну и опять же это средний танк они тяжелые по мобильности у нас почти 20 лошадей на тонну 58 период 22 назад и это все благодаря турбине то есть подвижность очень хорошие как для 4 левела вот незаметность у нас перк вообще не вкачет по незаметности поэтому здесь такие показатели но на самом деле танк не очень большой если прокачать у всего экипаж перки по незаметности неподвижные машины будет лежать плоскость около 30 в движении где-то 2324 по обзору у нас 401 метр и это с просветленкой это совсем-совсем-совсем вот это не тяжелый танк и я все-таки рекомендую вам ставить просветленную оптику чтобы максимально далеко светить мы помним что все равно это четвертый уровень будет попадать в бои с третьими четвертыми у которых обзор далеко менее чем 401 метр а у нас здесь и вентилятор дает плюс 8 метров и просветленка 35 лучше конечно безусловно до паек у меня снимите до паек у вас будет где-то там 480 там 5 не знаю где-то так вот плюсы и минусы танки хорошая подвижность это плюс хорошее бронирование как от борта так и лобовое особенно корпуса до в башне есть огрехи это тоже все равно плюс вот по незаметности однозначно плюс танк небольшой выкачив перки будет плюс вот по обзору тоже можно ставить плюс нормальный обзор чуть выше чем средний ну и конечно минусы здесь явно он один он ярко выражено это орудие этого танка орудие кривое долго сводится очень медленные снаряды очень медленные снаряды вот и очень маленький увм всего лишь минус 5 предлагаю уже отправляться в бой попробовать пощупать за рычаги как же играть на таком шикарном танке с такой броней из такой хреновый пушка и все-таки прям так погнали так попали мы на студианке попали к пятеркам и это уже конечно тяжелый уровень боя для нас у нас обзор т3 4141 года образец вот с пушкой l11 вот конечно есть недостатки этой пушки во времени сведения в точности но 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 так лтх нету лтх нету попробую отыгрывать слева сейчас раз пятерки подключим голду что уж там и а Аккуратненько чекнем и бежать. И никого не видно, о как интересно. И никого не видать, у них есть арта. Наши по центру даже идут. Откисли. Помогаем нашим. Они все в ущелье упали. Аккуратненько. Аккуратненько. Видите, как сводится орудие? Хреновенько. Аккуратненько. 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 Да, и точность пушки. Вот что значит просветленок, просветленная оптика божественная. 1400 насветили, так что ребята, почему я всегда ставлю на средние танки просветленки, я думаю понятно. Продолжение следует... Попали. Ну ладно, на свет у нас прям по-королевски. Как для четвертого уровня, суммарный урод 2100, это просто огонь. Мы взорвали два раза быка, товарища. Да. Прикольненько, прикольненько. Ну что хочу сказать, чтобы на этом машине хорошо играть, нужно все-таки ставить однозначно просветленку и турбину. И вентиль здесь тоже подходит как нельзя лучше. Проблемы у пушки, они понятны, да. Но ставить усиленные приводные наводки, наверное, не стоит, потому что все остальные модули тоже достаточно важны. И вот, мастера взяли, пожалуйста. Да. Хоть и мы не первые по урону, но у нас три фрага, у нас на свето сумасшедшее количество. 1655 даже. То есть у нас суммы там 2300 суммы. Для четвертого левела это за глаза и более. Вот, ребят, пишите свои комментарии. Если у вас Т-34 с FL-11, какой вы здесь самый важный момент используете оборудование, да. Как вы на нем отыгрываете. Вот, когда, естественно, ставим просветленку и турбину, святая основная задача это светить. Особенно, если в бою с обоих сторон нету ЛТ-шек. Поэтому я вообще люблю ставить на средние танки просветленку. И как в этом бою, вы сами видите, это реально помогает. Причем бой не был одноуровнем. Бой у нас был со старшими левелами пятого уровня. И наш танк себя проявил с лучшей стороны. В целом, конечно, назвать танк имбой нельзя. Опять же, из-за его особенностей по огневой мощи в части пушки. Сводится она крайне долго. Она очень кривая, неточная. Разброс 0,47. Поэтому, да. Из-за пушки дамагером этот танк не назвать. А вот съездить, посветить, на турбинке покататься, грамотно отыграть на карте, на нем вполне себе можно. Вот, поэтому, пишите свои комментарии, какое вы используете оборудование. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайк. Я вам говорю, до скорой встречи. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот. И обязательно прожимай колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok